Добрый вечер! Пришло время обсудить очередное домашнее задание. Наш сегодняшний урок посвящен инфинитивам в греческом языке. Как всегда напоминаю, что данное видео вы имеете право просматривать только после того, как самостоятельно выполнили все домашнее задание, сделали максимум того, на что вы способны, и теперь желаете и себя проверить, ну и может быть еще что-нибудь интересное услышать о греческом языке. Итак, давайте начнем по порядку с первого предложения. Кайпалин, Эксато, Дидаскейн, Пагатен, Талосу. Инфинитив в данном предложении Дидаскейн. Видите, очень характерный суффикс Эйн. И основа Дидаск это инфинитив настоящего времени, учить. Есть у нас еще глагол Эксато. Эксато, Эксато это аорист от глагола АХО. Может быть его не очень легко узнать, потому что Альфа удлинилась в эту, и Хи произвзаимодействовала с Си и дала к Си. Но, в общем-то, если вы внимательно присмотритесь и попытаетесь изменению этого глагола открутить назад, да, вот тут понимая, что здесь может быть перерачение, здесь, думая о том, что именно при взаимодействии с Сигмой дает к Си, вы довольно легко восстановите эту формулу. Глагол АХОМАЙ при себе обычно требует инфинитив, так называемый восполняющий инфинитив регулярно с этим глаголом встречается. И опять он начал учить у моря. Второе предложение. В данном случае у нас есть инфинитив СОСАЙ. Это аористный инфинитив от СОДЖО. У нас от основы осталось только СО. И САЙ типичное для инфеористного инфинитива окончания. СОД основа слова, но Дельта съедается Сигмой, так что здесь все вполне по правилам. Что еще нужно, что еще нужно обратить внимание в этом предложении? ХОСЯН. Напоминаю, что эта конструкция переводится как кто бы ни или просто кто. То есть не надо это переводить КОТОРЫЙ, ЕСЛИ и так далее. Нет, вот все это словосочетание вместе, одноразительное местоимение ХОС плюс АН или ЯН, плюс глагол сосноволагательного наклонения, вводят такое вот неопределенное относительное предоточное предложение, и обычно переводится просто кто. Ибо кто хочет душу или жизнь, психо, я напоминаю и душа, и жизнь, и тут нужно еще хорошенько подумать, какой вариант перевода подобрать. Душу свою, СОСАЙ, спасти. Глагол ТЭЛО регулярно встречается с инфинитивом, так же как начинать что-то делать, так и хотеть что-то делать, поэтому вот такое привычное сочетание ТЭЛО и инфинитив. Хочет душу свою спасти, потеряет ее. Ибо кто хочет душу свою спасти, потеряет ее. Ну или кто хочет жизнь свою спасти, потеряет ее. В контексте все-таки, если вы помните, речь идет вот о риске для жизни, связанной со следованием за Иисусом. Третье предложение. КАЙЛЕГАЙ АУТОИС ЭКЗСТИН ТОИС САВЛОСИН АГАТОН ПОЭСАЙ Э КАКО ПОЭСАЙ ПСЮХЭСУСАЙ Э АПОКТЕЙНАЙ Вопрос. И он говорит им. ПОЗВОЛИТЕЛЬНО В СУБОТУ. Здесь суббота во множественном числе. Но даже когда речь идет об одной субботе, в греческом тексте часто множественное число этого слова используется. Во многом это еврейское влияние. Вы понимаете, само слово суббота пришло из еврейского языка. И там название каких-то знаменательных праздничных дней, оно обычно стоит во множественном числе, и тем самым значимость подчеркивается. Итак, почему я перевел В СУБОТУ. Напоминаю, что дательная поддержка у нас часто переводится с помощью предлога В. Итак, позволительно в субботу ДОБРО. И вот наконец у нас инфинитив ПОЭСАЙ. Это аорисный инфинитив от глагола ПОЭО. ПОЭЭО, снова САЙ. Типичный инфитивный суффикс. Ну конечно же здесь нет никакого приращения, так же как и вот здесь никакого приращения не было. Да, вот это может быть стоит напомнить. Приращение в аорисе есть только в изъявительном наклонении. В аорисе основа плюс САЙ. Основа плюс САЙ. Глагол такой вот ЭКЗИСТИН регулярно принимает восполняющий инфинитив. Опять-таки с ним он очень типичен. Позволительно что? СДЕЛАТЬ. Итак, ДОБРО СДЕЛАТЬ или ЗЛО СДЕЛАТЬ. Ну, как у ПОЭСАЙ. Слово с достаточно прозрачной этимологией. Слово КОКОС плюс ПОЭСАЙ вот такое же, как здесь. ДУШУ, СПАСТИ, уже это слово с вами видели, или АПОКТЕЙНАЙ. АПОКТЕЙНАЙ – это аорисный инфинитив от глагола АПОКТЕЙНАМ. АПОКТЕЙНАМ, опять-таки АПОКТЕЙНАМ, АКТЕЙНАМ, корень. И так как это сонорный глагол, то сигма здесь добавлена быть не может, видите, сай. И добавляется только ай. Ну, с такой особенностью словообразования у сонорных глаголов мы в будущем времени встречались изъявительного наклонения. И в оориске изъявительного наклонения встречались, и поэтому стоит запомнить. С другой стороны, вот это АПОКТЕЙНА, Н, НЮ, это часть корня, но еще и на, и выглядит очень похоже на одно из типичных инфинитивных окончаний, что, может быть, даже как-то нам особо помогает распознать эту форму. Итак, и он говорит им, позволительно в субботу добро сделать или зло сделать, душу спасти или убить? Вопрос. Четвертое предложение. У нас здесь инфинитив сосай, уже привычный, да, к концу этого урока вы уж точно должны запомнить эту форму аорисного инфинитива. И еще у нас здесь аорисный инфинитив от глагола ZTO, ZT, основа, это слитный глагол, эпсилон основы удлиняется в эту, перед образующей времени, перед сигмой, но тут же тоже очень хорошо видно вот это типичное аорисное инфинитивное окончание сай. Ибо пришел сын человеческий искать, взыскать, как в синодальном переводе красиво звучит, искать и спасти погибшее. Искать, искать, это какой-то процесс, вот взыскать, да, вот, чтобы был совершенный вид тогда, да, ну, факт действия нам очень важен, не то, что он какое-то там время будет искать, а вот он пойдет, взыщет и найдет. Взыскать и спасти погибшее. Пятое предложение. У нас тут в конце предложений довольно много инфинитивов. Давайте к ним потихоньку подойдем. И, ну, тут глагол ПО, конечно, можно, обычный глагол ПО, изъявительного уклонения, в аориске, приращение, видите, ПО, снова, сигма, то есть вот простая форма аорисная, и он сделал 12. Ну, по контексту мы понимаем, что здесь речь, сделал 12, ну, речь идет об избрании апостолов, поэтому вот избрал 12, назначил 12, ну, сделал 12 апостолами. Вот и так он назначил 12, чтобы, хина, осень, иногда вот эту форму трудновато бывает вспомнить, это форма сослагательного наклонения от глагола Эйми. Формы сослагательного наклонения от Эйми, они достаточно просто устроены, они выглядят как удлиненное соединительное гласное, плюс соответствующее личное окончание. Помните, сослагательное наклонение как образуется, там, обычное первичное личное окончание, но перед ними стоит удлиненное соединительное гласное. Так вот, обычно глаголы выглядят основа, плюс удлиненное соединительное гласное, плюс личное окончание, а вот этот весь хвост, который добавляется к глаголу, это заодно еще и форма глагола Эйми. Итак, чтобы... Итак, он назначил 12, чтобы они были, чтобы быть с ним, и чтобы апостеле. Еще одна форма сослагательного наклонения от глагола апостелла, видите, корень стелл с двумя лямбами, настоящее время, и чтобы посылать, ну, быть, понятно, что глагол подразумевает какую-то продолжительность, и посылать подразумевает тоже некую продолжительность или многократность. Помните, что глаголы настоящего времени со слагательным наклонениями, они вот подчеркивают эту видовую значимость продолженности, то есть, он не раз и Иисус будет посылать. Чтобы посылать их, корусейн, это инфинитив от глагола корусо, видите, эн, инфинитивный суффикс настоящего времени, проповедовать, и эхейн, это, видите, еще один суффикс эйн, это инфинитив от глагола эхо, и иметь, власть, экзусея, экбалэйн, изгонять, инфинитив от глагола эгбалло, видите, опять же, суффикс эйн, та даймония, бесов. Послал, и дальше, несколько обстоятельственных, и не инфинитивов, описывающих цель этого посылания. Послал, зачем проповедовать, и, зачем, чтобы иметь власть, и иметь власть, опять же, теперь, инфинитив, изъясняющий предыдущую фразу, иметь власть какую, изгонять бесов. В целом у нас получается, и он назначил двенадцать, чтобы они были с ним, и чтобы посылать их проповедовать, и иметь власть, изгонять бесов. Почти все в настоящем времени, потому что предполагается процесс длительности. Шестое. Амен гарлего фюмин, хочи полвой профетей, кай декариой, эпитумесан, идеин ха, блепете, кай ук эйдан, кай акусан ха, акуете, кай ук экусан. Ибо истинно я говорю вам, что многие пророки и праведники желали. И теперь слово идейн. Может быть его чуть-чуть трудновато узнать, но к этому времени вы уже должны привыкать вот это, к этому корню ид. Ид это корень аорисной для глагола хорао. Это глагол с несколькими корнями в настоящее время хорао, в будущем псомай, в аористе эйдон. Вы, кстати, видите, вот нормальную аорисную форму, вот здесь для этого же глагола вы можете разглядеть. Но это форма с приращением. А если приращение эпсину убрать, остается просто ид. Для запоминания этого слова помогает ассоциация со словом видео. В выпало из греческого языка, и поэтому через латинский к нам пришел этот корень вид видео, а в греческом от этого корня вид осталось только ид. Но это мне, по крайней мере, помогает его запомнить. Так вот, желали, и у слова желали, нормально-то требуется восполняющий иноцентиф, желали что? Увидеть, а относительно местоимения, то что вы видите. Нормальный гугл, блэп, в настоящем времени. И не увидели. А теперь это аорис, нормальный аорис изъявительного наклонения от того же самого храуа. И услышать аорис на инфинитив от акуо, видите, окончание сай, здесь оно хорошо бросается в глаза, кстати, здесь окончание эйн, по той причине, что это второй аорист. У второго аориста, в инфинитиве второго аориста, другая основа и окончание эйн, как у настоящего времени. У инфинитива первого аориста, основа похожая на основу настоящего времени, но зато окончание сай, по которому мы его различаем. Так что есть первый и второй аорист, они, довольно сильно формами отличаются, но и это аорист, и это аорист. И услышать то, что вы слышите и не услышали. Вот здесь был инфинитив аористный от глагола ако, а здесь нормальный аорист от глагола ако, ведь он теперь с приращением, ну конечно сан, и так далее. Вот в аористе в инфинитиве нет приращения, а в изъявительном украине конечно есть. Итак, ибо истинно я говорю вам, что многие пророки и праведники желали увидеть то, что вы видите и не увидели, и услышать то, что вы слышите и не услышали. Седьмой. Аутус де Иисус ук эпистеллен аутон аутойс дилту аутон геноскин пантас аутоз мы чуть-чуть в уроке по-моему касались этого предложения но давайте все равно так внимательно его посмотрим итак аутоз иисус помните что аутоз когда не имеет сам артикль но стоит там при имени собственном или при слове с артиклем или при местоимении имеет значение сам то есть когда он один сам по себе стоит имеет значение он когда у него есть артикль он имеет значение тот же самый когда он определяет другое слово и сам не имеет артикля имеет значение сам сам же Иисус не пистеллен но пистелверие уже самое распространенное значение но еще и доверяю не доверял или вот может быть не вверял чуть красивее будет не вверял себя им формально можно было бы перевести не вверял его им если бы в контексте был еще кто-то про кого бы шла речь но если вы хорошо помните контекст это конец второй главы Иоанна Гетана то там только Иисус обсуждается и поэтому аутон вот слово с назначением он ссылается на Иисуса по-русски чтобы вот эту отсылку возвратность передать лучше перевести сам не вверял себя им а теперь внимание у нас есть инфинитив геноскейн формуле хорошо видна геноск и окончание эйн инфинитив настоящего времени но этот инфинитив с предлогом более того при этом инфинитиве есть слово в винительном падеже аутон как мы все это переводим где с инфинитивом имеет значение потому что слово в винительном падеже при инфинитиве является смысловым подлежащим для этого инфинитива и когда мы начинаем переводить на русский язык нам нужно преобразовать инфинитивный оборот в предаточное предложение союзом потому что это слово преобразуется в подлежащее этого предложения ну и ставится в винительный падеж он потому что он знал всех прошедшее время мы взяли из контекста речь идет о прошлом поэтому из контекста напоминаю что инфинитив настоящего времени но настоящее время инфинитива это не хронологическое время это просто видовая значимость то есть продолженность то на основании контекста мы подходящее время подбираем итак сам же Иисус не верял себя им потому что он знал всех восьмое хинна хюрэто эн ауто мээхон эмен векая сунан тэн эк ному аллатен де пистелус Христу тэн эк туэ теу лекая сунан эпи те пистэ ту гнонай аутон каэ тэн дунамин тэс анастаси ос ауту хинна ну тут хинна в квадратных скобках потому что она из предыдущего стиха заимствована просто сюда поставлена чтобы вы понимали почему форма здесь вот такая вот чтобы хэврэто это форма сослагательного наклонения естественно после хинна от глагола хэвриско форма видите страдательного залога первого лица единственное число чтобы можно бы его перевести если мы страдательным именно переведем чтобы я был найден или чтобы не найтись если мы такое переверем такой вот вариант выберем я напоминаю что форму на тэ они имеют достаточно широкий спектр значений от собственно страдательного до там нескольких вариантов спонтанного действия самостоятельного действия и так далее вот ну и по-русски кстати найтись не так плохо звучит хэврэ и в контексте конечно чтобы не оказаться чтобы мне найтись в нем мээхон эхон это причастие от глагола эхо именительный падеж единственное число согласуется с подлежащим артикля не имеет лучше всего переводить депричастием не имея мою праведность теперь смотрите артикль и после этого предложенное словосочетание этот артикль указывает что предложенное словосочетание является определением к слову праведность дегая суна праве то есть вот видите существительное артикль определение чтобы передать эту мысль ну и следуя обычной тактике перевода предложенных словосочетаний с артиклей можно поставить слово который праведность которая от закона но теперь видите артикль предложенное словосочетание и еще да артикль предложенное словосочетание и опять таки это ссылка к праведности но которое через веру Христу здесь есть такой интересный толковательный спор родительный падеж слово Христу в родительном падеже стоит указывает что между Христом и Эпистолус есть какая-то связь какая-то связь может быть ну самый очевидный вариант это вера во Христа и большая часть переводов так и переводит через веру во Христа ну на всякий случай скажу что есть и другой вариант некоторые считают что пистис это и вера и верность и верность связана может быть с Христом в том смысле что Христос проявил верность через верность Христа то есть мы можем сказать что мы получаем праведность через веру Христа, и мы можем сказать, что мы праведность получаем благодаря верности, проявленной Христом. Ну, на самом деле, и то, и другое утверждение вполне корректно, и никакой богословской ошибки ни в том, ни в другом утверждении нет, вопрос лишь в том, что имел в виду апостол Павел, написав такую фразу. Ну, пока вот сложности, связанные с переводом этой фразы и с толкованием мы с вами в рамках первого курса обсуждать не будем, ну, оставим пока традиционный перевод через веру в Христа. А теперь ТЭН ЭК ТЭУ, ДИКАЯ СУНА. Здесь есть артикль, потом предложенное словосочетание и существительное. Ну, понятно, что это предложенное словосочетание, да, опять же, определяет вот это вот существительное. Тут есть два варианта. Существительное артикль определения, либо артикль и определение существительное, и в данном случае, которая от Бога праведность. По вере. И теперь мы, наконец-то, добрались до темы этого урока инфинитива. ГНОНАЙ. ГНОНАЙ – это аоришный инфинитив от Геноску. У Геноска корень ГНО, а в настоящем времени добавляется суффикс СК, и там небольшая еще трансформация происходит в корне. На самом-то деле там удвоение было с добавлением ЙОТ, и когда-то был корень ГИГНОСКО в настоящем времени, потом упростившийся до Геноску. Но в остальных временах корень ГНО, и это надо запомнить. И у этого инфинитива окончание не Саева, а Ористи, а Най. Но это ничего страшного, потому что Най – тоже привычное нам окончание, пусть и по каким-то другим формам и временам. Инфинитив у нас с артиклем в родительном падеже. Инфинитивы с артиклем в родительном падеже – одно из самых распространенных значений для такой конструкции – это цель, чтобы познать Его и силу воскресения Его. Ну, давайте все вместе. Чтобы найтись в Нем, не имея свою праведность, которая от закона, но которая через веру во Христа, от Бога праведность по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его. Девятое. А вам это то эгертенайме праксохумас эйстен Галилая. У нас здесь эгертенай, аорисный инфинитив страдательного залога, видите, это тенай, вот, быть воскрешенным, и при нем слово в винильном падеже – мэ, и он после предлога. Поэтому следуем обычной тактике. Предлог переводим после того, как. Так, мы ставим в именительный падеж, что оно превращается в я, а эгертенай превращаем в подлежащее получившегося предадочного предложения. Но после того, как буду воскрешен я, или после того, как я буду воскрешен, я приду раньше вас в Галилею. Здесь, если вы вот это вот как быть с такими конструкциями усвоили, остальное несложно. Десятое. Абрам эпистолусен эйстон гигенестай аутон патера полон этнон. Мы с вами обсуждали это предложение в рамках урока, когда говорили о том, что инфинитивы с предлогом эйс могут обозначать результат. Чаще всего цель, но в каких-то случаях и результат в том числе, и контекстуально, и логически здесь результат гораздо лучше подходит. Ну, вообще, глядя на эту конструкцию, эйс, здесь, наверное, формально, конечно, можно перевести «что бы», но в данном контексте лучше «так что», инфинитив, который мы потом превратим в личный глагол, аутон, слово в винительном падеже при инфинитиве, станет подлежащим этого предадочного предложения, то есть превратится в «он». Авраам уверовал, так что стал он отцом многих народов. Ну, Патера, да, вот мы перевели «отцом», несмотря на то, что это винительный падеж, но как аутон в винительном падеже, так и Патера в винительном падеже. Вообще, глагол «геномай», а также глагол «эми», в нормальном, в неинфинитивной форме встречается с двумя именительными падежами. То есть, именительный падеж, ну, «геномай» – это становится «кто-то стал кем-то», и то и другое слово обычно стоят в именительном падеже. Но когда слово превращается в инфинитив, так, кстати, мы, может быть, не обсуждали форму, основа «ген», да, и «стай» – типичное инфинитивное окончание. Это аористный инфинитив, это второй аорист, поэтому «стай» – такое же окончание, как и в настоящем времени, но «геномай» в настоящем времени и ген корня в другом времени, за счет изменения корня мы понимаем, что это аорист, инфинитивный аорист от «геномай». Так вот, у этого слова, да, вот в аористе, в инфинитиве теперь оба стоящих при нем слова оказываются в винительном падеже. В русском кто-то стал кем-то творительный падеж, по-гречески да, он стал кем-то, то есть отцом, мы так вот и передаем. А в целом Авраам уверовал, да, еще, может быть, не сказал, это, конечно же, аорист от «боглопистоя», с прекращением, то есть нормальное извинительное наклонение, Авраам уверовал, так что стал он отцом многих народов, ну, или в результате он стал отцом многих народов. Одиннадцатый. Это форма ближнего указательного местоимения, напоминаю, да, вот что ближнее указательное местоимение, оно довольно сильно меняется при изменении по родам. Мы чаще всего, конечно, с вами встречаем форму мужского рода и среднего рода, форму женского рода встречаем пореже, поэтому оно, может быть, чуть-чуть непривычно выглядит, если вдруг вы ее с трудом узнаете, да, посмотрите, вот указательное местоимение. Это женщина. А камень хороший, ахейн, иметь, инфинитив от «р», вы видите, кончание «р», и в настоящее время «телой» иметь желает. Ну, при «телой» очень часто встречаются инфитимы. Иметь желает на руке ее, ну, или на руке своей, речи подлежащим. Дексамена. Дексамена – это аорисное причастие от «дэхумай». Видите, «х» превратилась в «кси», а когда добавилась «сигма», вот, ну, «дэхумай», он в настоящем времени имеет только средние формы, видите, в «орисе» тоже имеет форму среднего залога. Ну, и, кстати, это хорошо сочетается и со значением этого слова. Если я что-то принимаю, то, конечно, вот это для меня важно, я в это вовлечен. И именительный падеж согласуется с подлежащим, не имеет артикля, поэтому лучше привести депричастием, приняв, ну, где-то о женщине, речь вот с женщиной согласуется, приняв его от. И у нас в данном случае причастие «перфектное» от глагола «агапау». «Э» альфа удлинилась в «это», так как глагол начинается с альфы, то не может быть удвоения, просто первое глагол, где глагол удлиняется «агапе» к перфектный суффикс, а «от» типично для причастия перфектного суффикс, ну, окончание «ос» родительного падежа. «От» возлюбившего ее, ну, причастие «перфект» полюбил и все еще любит, ну, и в целом у нас что получается? Эта женщина камень хороший иметь желает на руке своей, получив его от возлюбившего ее. Ну, хороший, наверное, в данном контексте драгоценный. То есть вот и камень на руке, наверное, подразумевается кольцо, да, вот, кто-то полюбил женщину, а ей вот хочется, чтобы еще и колечко с камешком ей подарили. Ну, это сочиненное предложение, ну, вот, так какая вот целая интересная история за ним стоит. Двенадцатое. Пареумен – это сослагательное наклонение, аорисное, от глагола пареумай. Ну, пареумай – глагол не имеет форму действительного залога в настоящем времени, не имеет он ее и в аористе, здесь формально форму страдательного залога, но как он в настоящем времени имеет значение «э» и «ти», так и в аористе. Теперь, это первое лицо, ну, множественное число, но сослагательное наклонение, да, как оно устроит, пареум, суффикс «т», «о» – для него написано, если нет, глаголосное окончание, «мен» – первичное. Так вот, сослагательное наклонение первого лица имеет специальное значение, а именно, ибо, ну, там, давайте пойдем к морю, то есть, сослагательное наклонение – это призыв, давайте что-нибудь сделаем, ибо давайте пойдем к морю, «э» – то «эвэскэйн», глагол «эвэриска» в инфинитиве, или окончание «эйн», и с предлогом, «эйн» чаще всего обозначает цель, и здесь это хорошо подходит, чтобы мы находили, чтобы мы находили, ну, чтобы мы нашли там, ой, точнее здесь, мы пойдем к морю, чтобы мы нашли здесь, некоторые дни хорошее, ну, «эн» обычно в значение имеет, в солнце колес, но здесь, видимо, подразумевается «на солнце», в целом, кажется, все это предложение, призыв «позагорать», ибо, давайте мы пойдем к морю, чтобы мы находили, ну, находили, это, конечно, настоящее время, инфинитив, и какую-то продолженность подразумевает, ну, дней много, и поэтому каждый день, вот, хороший день находим, наверное, это имеется в виду, но по-русски плохо звучит, чтобы мы нашли здесь дни хорошее, а на солнце. Тринадцатое. Кай, Катэбэ, Кюриус, Идэйн, Тэн, Полин, Кай, Тэн, Аупургос, Хон, Око, Дон, Хмэсан, Хой, Хэй, Хэй, Тон, Антропу. И Катэбэ. Катэбэ – это аорис изъявительного наклонения от Катабайно. Ба у этого глагола корень, а ин добавляется суффикс ин в настоящем времени, в других временах его нет. это один из немногих глаголов в греческом языке, который образует так называемый корневой аорис, то есть у него нет там каких-то суффиксов, нет соединенных гласных и так далее, просто корень и сразу к нему окончание, но здесь третье единственное, никакого окончания нет, поэтому Кат – приставка, Э – приращение, и Б – корень, и больше ничего нет. И сошел Господь Эйдэйн. Мы с вами уже обсуждали эту форму, видите, корень Ид, помните видео, это аорист от Харао, инфинитив, конечно, Эйн окончание, потому что это второй аорист. Сошел Господь, зачем, с целью, вот цель Эйдэйн выражает, посмотреть город и башню, которую построили сыны человеческие. И сошел Господь посмотреть. Тринадцатое. Сказал же Авраам. О Саре. Жене своей. И дальше Хоти у нас, похоже, вводит прямую речь. Иногда Хоти вводит косвенную речь, что и так далее. Но видите, вот здесь слово, как от первого лица идет речь, то есть дальше просто цитируются слова Авраама. Поэтому, чтобы было точно, мы вместо этого Хоти здесь ставим двоеточие и в кавычках пишем «Сестра моя, она есть, ну или просто она сестра моя». «Ибо он испугался, ой, ну испугался, побоялся». Глагол Фобео или Фобео май. В данном случае в Аоресте, нормальное изъявительное наклонение, видите, с переращением, форма страдательного залога. Но у многих глаголов, описывающих там какие-то ментальные процессы, эмоциональные состояния и так далее, форма действительного залога обычно не используется. И это вот типично для Фобео тоже. Поэтому вот, ибо побоялся, испугался. «Эйпейн» сказать. «Эйпейн» это аорист, инфинитив от глагола «лего». Ну, с несколькими корнями. «Лего», «эро», «эйпен». Приращения нет, но такова сложная история этого глагола, что «эй» мы видим и без приращения, просто ударение чуть-чуть по-другому здесь в начале слова располагаются. Но когда мы обсуждали и причастие от этого глагола, и сослагательное наклонение от этого глагола, мы уже должны были к этому привыкнуть. «Эйн» окончания, тем не менее, мы увидим. Это второй аорист, поэтому такое окончание, потому что я побоялся сказать. И опять же, прямая речь, видите, «му» первое лицо, двоеточие «жена моя есть». «Она жена моя». «Как бы не апоктейнусин». После этого слова требуется сослагательное наклонение. Вот мы с вами его наблюдаем. «Как бы не убили его мужчины города из-за нее». Пятнадцатая. 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 «Айона». «Диату эйнай аутуз саркас. Эсантай де хайхэмерай аутон хэкатон эйкосе эте». И сказал Господь Бог. Теперь «умэ». Помните такое категорическое отрицание, ну плюс сослагательное наклонение. Такое категорическое отрицание в греческом языке не пребудет. Это аорист. Со слагательного наклонения «ката мэно». Но вот видите, в аористе корень поменялся «мен» на «мэйн». Вот мы по изменению корня уже понимаем, что имеем дело с аористом. «Точно не да, вот не пребудет вот таким фактически дух мой в людях этих вовеки». «Диа то эйнай аутуз». «Диа» с инфинитивом «эйнай». Эйнай – это инфинитив от глагола «эйми». И аутуз – слово в винительном падеже при инфинитиве, которое станет подлежащим предаточного предложения. «Диа». «Потому что…» Аутуз. «Они» есть плоть. «Потому что они плоть». «Эйнай» – это будущее время от глагола «эйми». «Эс» теперь всегда такая основа в будущем времени. И окончания средние у «эйми» в будущем времени всегда легко довольно форму запомнить. «Будут же дни их сто двадцать лет». В целом. «И сказал Господь Бог, не прибудет дух мой в людях этих вовек, потому что они плоть, будут же дни их сто двадцать лет». Шестнадцатое. «Абекриты аутойс. Эйпон хмин эде, кайук экусаты. Ти палин телете акуэйн. Мэ кай хмэйс телете аутуз мазетай генестай». Он ответил им. «Я сказал вам уже…» «И вы не послушали аурист от Акуо. В виде превращения Акуо с Ат. Ну, там «э». «И вы не послушали». «Что опять хотите слушать или слышать?» Вопрос. Ну, при «теллу» инфинитив регулярно встречается. Видите «эй» на окончании инфинитива. «Что опять хотите слушать?» Дальше еще один вопрос, начинающийся с «мэ». Если вопрос начинается с «мэ», то этот вопрос фактически риторический. Он предполагает, что говорящий ожидает на этот вопрос отрицательный ответ. Ну, кстати, если вопрос начинается с «у», то ожидается положительный ответ. Так что нам надо как-то переформулировать потом будет этот вопрос, чтобы показать, что ответ отрицательный. Например, «Ведь не хотите же и вы его учениками стать?» «Ведь вы же не хотите его учениками стать?» Ну, наверное, вот так красивее будет. Чтобы вот это вот ожидание отрицательного ответа прямо в самом вопросе сквозило. «Генестай» — это аорисный инфинитив от «геномай». Корень «ген», он в настоящем «ген», в других временах «ген». А «ген» — окончание «стай», типичное для инфинитива. «Хотите стать?» Видите, «хотите слушать?» «Хотите стать?» Он ответил им, «Я сказал вам уже, и вы не послушали. Что опять хотите слышать? Ведь не хотите же и вы его учениками стать?» Ну, как-то так. Чемнадцатый. Чемнадцатый. «Алтон». «Кай-ук» — «Хеорискон». Первосвященники же и весь синетрион искали. «Искали» — это имперфект от глагола «зетэ». Обратите внимание, имперфект. «Э» — приращение. «Зетэ» — основа такая же, как в настоящем времени, но «эпсилон» — основа слилась с «омикро» на кончание и дала здесь дифтонг «у». Поэтому получилось «зетун». «Искали», так как имперфект подразумевается какое-то время «искали», подчеркивается продолжительность «против Иисуса свидетельства». И теперь у нас «танатроу» — глагол «предавать смерти» и у нас «аорисный инфинитив». Видите, окончание «сан». «Эйс» с инфинитивом имеет значение «чтобы». Ну, самое типичное. Так что, ну, здесь он, конечно, не подходит. «Чтобы предать смерти его». Кстати, обратите внимание, а вот он — слово в винительном падеже, при инфинитиве, но в данном случае его превращать в подлежащее не надо, это было бы бессмысленно, потому что так, что он предал смерти, ну, видите, кого он предал смерти — непонятно. У глаголов переходных может быть дополнение, и в данном случае это дополнение есть. То есть, слово в винительном падеже не автоматически является подлежащим смысловым инфинитива, оно может быть его дополнением, но мы пробуем тот и другой вариант и выбираем подходящий по смыслу. Здесь это дополнение. «Чтобы предать смерти его». И не находили. Это имперфект от heurisco. Видите, «э» удлинилось, «эпсилон» в эту, «эу» не всегда удлиняется, но здесь удлинилось, «heurisk» — нормальная основа, как в настоящем времени, видит суффиксом «ск», ну и окончание «он». Они искали какое-то время и не находили какое-то время. Итак, первосвященники же и весь Синрион искали против Иисуса свидетельства, чтобы предать смерти его, и не находили. Восемнадцатое. «Кай эйпен аутоис хо Иисус дэуэте, а писаму, кай поэсу хумас, генэстай халээис антропам». И сказал им Иисус, «Следуйте за мною, и я сделаю». А вот дальше смотрите, что у нас получается. У нас есть инфинитив «генэстай», ну, форму мы это с вами уже обсуждали, это от «геномай», ауэрисный инфинитив, он здесь был, здесь еще несколько раз. Теперь «хумас» в винительном падеже. Я сделаю «вас», но слово «в винительном падеже» при инфинитиве это еще и смысловое подлежащее инфинитиву. «вас», то есть «вы», «геномай» становиться, халэис, там, рыболовы, да, людей, ловцы людей, ну, рыболовы людей плохо звучит, ловцы, ну, пусть выйдут ловцы, как в синодальном переводе, «и я сделаю», и вот теперь, чтобы нам сохранить всю структуру, то есть, что «вы» смысловое подлежащее, вот это действие и так далее, можно, например, перефразировать «и я сделаю», что «вы» станете ловцами людей». Вот такая перефразировка, да, когда я превратил конструкцию, подлежащее смысловое инфинитиво плюс инфинитив, в предаточное предложение, вот помогло мне все нюансы текста сохранить. «Я сделаю вас ловцами людей», «можно», как это сделано в синодальном переводе, они просто не перевели этот глагол, понятно, но вот этот процесс становления, может быть, идея становления, которая в геномае сохраняется, как-то чуть-чуть, может быть, «померкло», так я сделаю, что «вы» станете ловцами людей, кажется, даже чуть поярче звучит. Девятнадцатое. «Элиус Телло, Кайо, Тусиан» «Угар, Элтон, Колесай, Дикаоус, Алла, Хамат». «Амартелус» «Милости я хочу, и не жертвы». Ну, в данном случае, по контексту, да, вот в контексту противопоставления некоторые подразумевают, можно перевести «ИА». «Милости я хочу, а не жертвы, ибо я не пришел», «Колесай призвать». А это глагол «Колео», и от него аорисный инфинитив, видите, окончание «сай». «Пришел», да, зачем? «С целью пришел призвать». «Праведных, но грешных». «Милости хочу, а не жертвы, ибо я не пришел призвать праведных, но грешных». Ну, и последнее предложение. Двадцатое. «Аннабе», «Аннабе», «Де Кай», «Иосиф Апотес», «Галилайес», «Эк Полис Назарет», «Эйстен», «Юдаян», «Эйс», «Полин Довид», «Хэтис Калэйтай», «Бэтлеэн», «Диэту Айнаэлтон Экс», «Ойку Кай», «Патреас Довид». «Аннабе», «Взошел», «Также как это байно», «Мы с вами сегодня обсуждали глагол аннабайно», «Тоже образующий корневой аорист», «Ан» приставка, «Э» приращение, «Б» корень, и больше ничего нет. «Взошел же и Иосиф из Галилеи, из города Назарет, в Иудею, в город Давида». По контексту догадываемся, что это родительная падежь, да, вы увидите слово «несклоняемое», «Хэтис», «Хэтис» это длинная форма относительного местоимения, состоящая из «Хэ» и «Тис». Длинная форма относительного местоимения, это вот просто относительное местоимение, плюс к нему частица «Тис» добавлена, обе части склоняемые, в данном случае женский род, потому что речь идет о городе, а город в греческом языке женского рода, в город Давида, который называется среднестрадательная форма, в данном случае страдательная, от глагола «калео», «Вифлеем», «Диэто эйнай аутон», инфинитив «эйнай», от глагола «эми», с предлогом «потому что», переводится союзом «потому что при инфинитиве», и смысловым «подлежащим», в котором мы, собственно, превращаем в предладочное предложение все это «потому что он был из дома и рода Давида». Заслужил Иосиф из Галилеи, из города Назаретов, иудеев город Давидов, который называется Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давида. Ну вот, братья, все. Мы с вами посмотрели разные конструкции с инфинитивами. Половина, ну, там, две трети инфинитивов переводятся сразу автоматически инфинитивами, особенно, исполняющие с ними легко и не создают никаких проблем. Ну, вот, когда вот появляются подлежащие инфинитивы, предлог перед инфинитивом и так далее, здесь нужно проявить внимание, чтобы все аккуратно перевести. Но когда вы к этому привыкнете, да, с инфинитивами будете справляться. Ну что ж, всего вам доброго, благословений.